Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр, и это очередное видео об улучшении качества жизни от Академии Счастья. Ежедневно я записываю видео, чтобы поделиться тем, что помогает человеку в улучшении себя в благополучии, радости и счастье. Самое главное, что каждое видео, оно раскрывает какие-то новые грани, потому что может показаться, что я говорю о чем-то одном. Да, это действительно так, я говорю об улучшении качества жизни, но в каждом видео я даю нечто такое большее, то есть то, что стоит за словами. Это именно вот это ощущение, которое идет из сердца, и оно наполняет. То есть моя цель – это передать не просто слова или информацию, а передать вот это, то, что идет за ними, такое концептуальное понимание с любовью и счастьем. Вот. И сегодня мы поговорим о том, чем отличается обычная психотерапия от процессинга, от технологии, которая действительно, я бы назвал это такой эзотерической терапией новой волны. Почему она такая? Потому что бывает человек, когда занимается обычной психотерапией, он прорабатывает психологом или психотерапевтом какие-то вещи, которые касаются его сегодняшнего дня. Ну, это могут быть проблемы, которых у многих много, какие-то состояния, с которыми сталкиваются люди. Но опять же, человек прорабатывает это, может, как говорится, прорабатывать их, потом они снова возникают, потом снова проработал, снова возникли. То есть повторяющиеся ситуации, когда, например, мы, возможно, сталкивались с этим, что вроде бы проработал какую-то вещь, и вдруг она возникает снова. Это потому, что не были убраны корни этой проблемы. А корни этого состояния могут быть даже не обязательно в этой жизни. То есть, конечно, сейчас уже многие работают и с младенчеством, и с пренатальным периодом, но бывает такое, что не затрагивают тех вещей, которые касаются прошлых воплощений. Это тоже очень важно, потому что я работаю с тем материалом, который приходит. То есть, что бы это ни было, какие бы ни были чувства, ощущения, важно принимать то, что говорит другой человек. В этом и есть чистота технологии. Она чистая, потому что я не навязываю человеку, как ему думать о себе, что ему думать о своем состоянии и так далее. Я помогаю лишь человеку раскрыться и найти те вещи, которые выходят из него самостоятельно. А моя цель – это направить с помощью человека, не подсказать, а именно направить его в те состояния, в те моменты, чтобы он мог сам пройти через них, раскрыть их суть и получить свои собственные новые инсайты, новые жизненные понимания, озарения. И вот когда к человеку приходит такое озарение, он тогда действительно начинает менять жизнь. Потому что пока не убран негативный заряд с моментов, которые являются ключевыми, основных моментов, то вот только тогда начинает меняться жизнь человека. И моя цель – это докопаться, помочь человеку докопаться до этих моментов, дойти до них. Самое важное, что я не использую какой-то гипноз или какие-то такие состояния. И это все происходит в трезвом, осознанном состоянии. А достижение вот этих вот случаев происходит за счет того, что человек постепенно убирает свой заряд, у него становится все меньше заряда и все больше свободного внимания. И вот чем больше у человека свободного внимания, тем лучше ему становится. Потому что получается, что человек постепенно шаг за шагом, слой за слоем снимает как с луковицы вот эти вот обертки, которые на него накопились, накопились, накопились. Это все шелуха, которая человеку не нужна. И мы достигаем сердцевины, то есть там, где находятся истинные случаи, когда человек действительно принял решение, например, болеть или не справляться с жизнью, или жить в таком состоянии, когда ему плохо. То есть самые разные могут быть состояния и вот эти суждения. И когда человек в ситуации, когда была боли и бессознательность, принимает суждение, что я плохой или я ничего не стою, вот. И тогда начинаются сложности. Человек начинает обесценивать себя, обвинять. Живет дальше из чувства вины. Так мы и говорим. Из вины. Вот поэтому, а когда живешь из вины, то, я думаю, вы сами понимаете, начинаешь болеть и становится все хуже, хуже и хуже. Поэтому моя цель – это перевести человека из состояния страха, из состояния вины в состояние счастья и осознанности. Вот. Ну, перевод этот происходит естественным образом. Мы убираем те состояния, которые вызывают у него чувство вины, чувство страха, негативные эмоции. И постепенно человек переходит в состояние осознанности, здравия, благости. Вот. И в этом моя цель. Я, когда сам тоже был в состоянии таком, то я пришел, мне помогли. То есть я пришел, и мне люди, скажем, дали возможность пробудиться и стать тоже, ну, перейти в другое состояние на самом деле. То есть поменять свой жизненный цикл. Вот. И я благодарен этим людям, благодарен вселенной, что так произошло. Получается, каждый может измениться. То есть я не даю готовых решений или готовых советов, как меня просят. Я лишь направляю человека, я проводник, проектор, который помогает человеку, направляю его внимание туда и провожу его по пути, по мосту к свободе, осознанности и счастью. Это мост, такое метафорическое название, путь, который проходит каждый человек. И этот путь помогает ему достичь вот этих более глубоких состояний, состояний там, где человек действительно знает, кто он, каковы его истинные цели. И у него нет желания казаться или лгать, или совершать какие-то недобрые поступки. А он из осознанности совершает самые важные, правильные поступки и для себя, и для всего окружения, для всей Вселенной, для Создателя. То есть по всем динамикам. И это очень важно. Поэтому, друзья, я рекомендую вам прочитать еще ту книгу, которую я написал, «Миры вечного познания». Там я рассказал, как человек может создавать целые Вселенные, приглашать туда своих друзей и путешествовать между ними. И, конечно же, посмотрите другие мои видео. Будет следующее видео, которое появится по окончании этого. Видео «Как изменить судьбу». Очень важное видео, потому что судьбу действительно можно поменять за счет удаления негативного заряда. То есть таким образом мы избавляемся от кармы и от необходимости быть следствием тех неприятных, неблаговидных поступков, которые мы совершили или которые совершили в отношении нас. Таким образом мы изменяем судьбу, изменяем карму и становимся действительно честными, добрыми и осознанными. В этом моя цель в создании общества осознанных, честных людей, в создании пространства гармонии, любви и счастья. Я вас тоже предлагаю к сосозданию этого пространства и давайте посвящать все больше и больше времени этому в своей жизни. И тогда наша жизнь будет по-настоящему изменяться и мы будем получать то самое важное, самое доброе от жизни, что действительно заслуживаем. Если вам это видео понравилось, то поставьте отметку «Нравится», колокольчик для того, чтобы получать напоминания. Завтра у меня в 19.00 прямой эфир, тоже всех приглашаю. Конечно, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Я открыт к общению, буду рад комментариям под видео. И, конечно же, добавляйтесь в друзья в соцсетях, все ссылки будут в описании под этим видео. Всем здравия, доброты, гармонии, счастья и до скорой встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!